Как действует главное трио лесных воришек? Какой неожиданный гость может нарушить покой целой семьи? И как бороться с гигантскими пауками у себя дома? Сейчас все увидите. С вами Смарт Пицца, и в этом выпуске я покажу вам самых необычных животных, которые пробирались в разные дома. Впустите? Я в очередной раз убеждаюсь, что Австралия – это то место, где нельзя расслабляться никогда. Даже если ты находишься у себя дома и занимаешься приготовлением вкусного ужина, в любой момент твою идиллию может нарушить гигантский паук, оказавшийся по ту сторону стекла. К счастью, эти гиганты еще не научились проходить сквозь объекты, поэтому люди внутри оказались в безопасности. Однако что-то делать им все-таки было нужно. Первым в ход пошел кот, которого они быстренько натравили на членистонога. Пушистик оказался не глупым и не стал бездумно бросаться на неизвестное ему создание. Осознав, что кот им не поможет, люди отважились прогонять паука лично, при помощи палок и всего остального, что в тот момент было под рукой. Но и это особых плодов не принесло. Членистоногая лишь разозлилась и едва не напрыгнула на молодого человека. Благо это агрессивное состояние совсем скоро прошло, и паук просто убежал от них подальше в сторону сада. Но я бы на месте людей ни за что не расслаблялся. Паукам свойственно возвращаться обратно и завершать начатое. Причем самое ужасное то, что проникают внутрь они очень ловко, их буквально невозможно заметить. Вот тут, например, бразильский странствующий паук не просто оказался в доме людей, но и начал ползать по их кровати. Попытка поймать его при помощи контейнера не увенчалась успехом, а лишь раззадорила членистоногая, которая после этого спряталась под кроватью. Но и там эти надоедливые люди его нашли. Совсем не дают бедняге отдохнуть. Кстати, знаете, в чем была особая опасность этой ситуации? Бразильские странствующие пауки, помимо своей широкой распространенности по всему миру, очень ядовиты. В их железах находится сразу 6 нейротоксинов и более 150 вспомогательных веществ, которые не оставляют жертве и шанса на выживание, какой бы крупной та ни была. Причем главный ужас в том, что треть из всех этих веществ современными учеными даже не изучена. То есть вполне вероятно, что этот паук может преподнести сюрприз, а какой никто пока не знает. Жить на природе прекрасно и одновременно ужасно. Вместе с пением птиц, которое вы будете слышать по утрам, под вечер к вам в гости может наведаться косолапый и сделать ему никто и ничего не будет в себя. Мишка прошел через открытую дверь, забрался внутрь дома, где, к счастью, никого не было, и стал исследовать местность. Обладая потрясающим нюхом, он мигом нашел самое ценное на кухне – холодильник. Потом пошел, достал вилку, ложку, все как подобает истинному интеллигенту, ну а затем приступил к трапезе, которую нам уже не показали. Интересно, каково было удивление людей, когда они вернулись домой, смотрят, а на их кухне творится бардак. Хотя ладно, им было бы грех жаловаться. Повезло еще, что косолапый быстро ушел из дома и не стал там задерживаться, а то встреча с ним могла закончиться очень печально. Трио воришек То, что происходило на следующем видео, я уверен, вас сильно удивит. Трио медведей, один старший и двое маленьких, прибыли к точке назначения, коей в их плане выступал дом людей. Цель была ясна и понятна. Пока ничего не понимающие люди спят, мы выносим оттуда как можно больше еды. Она у них хранится в пакетах и всегда лежит на видном месте, поэтому проблем быть не должно. Первым внутрь поползли меньшие медведи, прополз один, за ним второй, а вот третий, самый старший, испытал некоторые трудности. Его большая пятая точка не позволяла ему протиснуться, из-за чего мне это сразу напомнило мультик про Винни-Пуха. Благо тут ничьей помощи просить не пришлось. Да и ждать долго тоже никто не собирался, ведь косолапый чудом выбрался из этой непростой ситуации и начал искать новый вариант. Он бил ногами о ручку двери, пытался открыть ее по-человечески, делал проем больше своими острыми когтями. В общем, старался изо всех сил и в конечном итоге это принесло свои плоды. Мишка оказался внутри, вынес оттуда со своими собратьями все, что хотелось и свалил в целости и сохранности. Вот это я понимаю профессиональное трио лесных воришек. Занесло на повороте. Маленький мальчик сидел у себя в комнате, смотрел по телевизору мультик, дверь на улицу была открыта. Кажется, что ну здесь-то точно ничего не может произойти, но ничего подобного. Откуда ни возьмись, на горизонте появляется безумный олень, которого малыш замечает не сразу. Однако, когда он врывается к тебе в дом, тут уже быть особо внимательным не нужно. Животное прыгает на диван, ломает картину и начинает закапываться где-то в уголке. Мальчик же действует верно и отходит от него подальше, но без особо резких движений, а то мало ли что. Интересно, как потом родители разбирались с этим незваным гостем? Как они его успокоили и выпустили обратно? Напишите в комментариях свой план действий в этой ситуации. Вообще, встреча дома с дикими животными – это, судя по всему, совсем не редкость. Вон, семья из этой истории возвращалась домой и, зайдя в комнату с теннисным столиком, заметила там спрятавшегося тюленя. Такого милого и маленького, который стоял где-то в сторонке и не знал, что ему делать. Скорее всего, он потерялся и из-за паники или страха забрел к ним в гости. А может, он просто хотел поиграть в настольный теннис и искал себе соперника? Заметил человека с камерой и рванул к нему навстречу обсудить правила первого сета, но мужчина как-то не особо спешил идти с ним на контакт. В конечном итоге семья вызвала службу спасения, которая забрала животное с собой и выпустила его обратно в естественную среду обитания в целости и сохранности. Мне кажется, что люди из истории с тюленем поспешили. Могли бы хотя бы пару снимков на память с ним сделать. Он ведь никого не тронет. Кстати, насчет спешки. Спешить вообще никогда не стоит. Даже в таком простом деле, как обувание кроссовок. Просто порой там может оказаться змея. Вон, взгляните, как ползучая отреагировала на простое переворачивание ботинка. Она уже была готова наброситься на человека, осмелившегося ее потревожить. Интересно, а змею реально вытащить вот таким способом? Без прямого контакта? Или она слишком прочно ухватилась за стороны ботинка внутри и простым переворотом обуви тут не обойтись? Что думаете? Напишите под видео. Воспитанная лошадь. Не знаю, мне кажется, что змея и вообще многим представителям дикого мира нужно поучиться манерам. Отличным примером для них могут стать грациозные лошадки. Вот как это, например. Пеппи, так зовут героиню этого видео, вошла в дом, как ни в чем не бывало, и не стала ничего крушить, не стала пугать ребенка, находившегося внутри. Она просто прогулялась по периметру комнаты, заглянула в окошко, проверила запах вещей и развернулась, уйдя обратно на улицу. Согласитесь, что лошадь из этого ролика очень красивая и ухоженная. Мне сразу прокатиться на ней захотелось, хоть я этого и не умею. Если вам кажется, что в основном животные так себя и ведут, настолько спокойно, уверенно и воспитано, то вы глубоко заблуждаетесь, и вот вам очередное доказательство. Таиланд, ночь. Город спит. Кажется, что ничего не может потревожить покоя этих людей, но внезапно в их дом наведывается уникальный гость. Тот, кого никто еще никогда здесь не встречал. Речь идет о слоне. Поскольку войти через дверь гиганту не удалось бы, как бы он не пытался, единственным рациональным вариантом здоровяк посчитал таран стены. На удивление, она сломалась настолько легко, насколько это вообще было возможно, буквально с первого раза. Ну а если серьезно, то пока люди спали, это животное проломило их стену в поисках еды. Прямо как в миссиях из игр по обкрадыванию банков, когда воры сверлят стену рядом с деньгами или сокровищами, слон сломал ее точно в области кухни, оказавшись прямо над едой. Что это? Спланированное ограбление или нелепая случайность, которая стоила жильцам бессонной ночи и капитального ремонта? Открывайте доставка белки. Мне кажется, то, что произошло на следующем видео, реально лишь в фильмах или каких-нибудь играх. Ну серьезно. Никак иначе, кроме как с планированным проникновением внутрь дома, я бы это не назвал. На видео с камеры наблюдения видно, как к дому людей подходит курьер. Мужчина привез им вкусную и теплую пиццу. Вроде как все должно быть отлично, но кое-что здесь не так. Посмотрите в правый верхний угол экрана. Ничего там не видите? Да-да, это ловкая белка, притаившаяся на самом верху. Она ждала момента, когда дверь откроется, и прыгнула внутрь прямо на хозяйку дома. Неужели это животное настолько четко и грамотно спланировало свое проникновение? Или это простое совпадение? Как думаете? Хотя, погодите, мне кажется, что я понял. Белкам просто очень сильно нравится пицца. Вот та белка и ждала момента, пока к людям приедет курьер именно с этим вкуснейшим угощением. А вот видеодоказательство, на котором этот грызун уплетает угощение, оставленное хозяевами без присмотра. Да ладно вам, мне кажется, что угостить белочку никому не должно быть жалко. А то она только круглый год орехи небось и уплетает. Пусть вкусненького тоже поест. На этом все. Напишите в комментариях, появление какого животного удивило вас больше всего. И спасибо за просмотр.